Амирхан Яники Преурочена к 115-летию татарского классика и Международного дня родного языка. Студенты и преподаватели собрались для просмотра кинофильма «823-й километр», снятого по мотивам рассказов Амирхана Яники и встречи с продюсером Милеушой Альтугановой. В основу были взяты три новеллы «Кто пел на один только час» и «Красота». Это самые популярные произведения Амирхана Яники, они изучаются и в школьной программе, и мы думаем, что созданный фильм может стать хорошим наглядным пособием для педагогов, которые ведут уроки родного языка, родной литературы и родного края, потому что это на самом деле один из самых значимых писателей 20 века, и его наследие сегодня изучается многими учеными. Татарский классик и лауреат премии Габдуллы Тукая родился 16 февраля по старому стилю и ушел из жизни 16 февраля по-новому. Помимо ежегодных мероприятий, в его честь была названа одна из улиц нашего города. Ранее к его столетию был выпущен библиографический справочник, состоящий из восьми глав. В издании можно найти биографию Амирхана Яники, статьи о его творчестве, стихи, посвященные писателю, а также фотоснимки, украшенные цитатами из его произведений. Большое место в его творчестве занимают произведения юморосатиристического, литературно-критического, очеркового, публицистического, мемуарного жанров и литературные переводы. В прозе Амирхана Яники намечается тенденция психологизма и философского подтекста в прозе в произведениях. И этим самым он уходит от схематизма соцреализма. И, как отмечают литературоведы практически все, что именно проза Амирхана Яники стала той точкой, когда, скажем так, проза «Золотой век» в нашей литературе, начало XX века, она была соединена или уже имела продолжение в советский период. В 2019 году на базе Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского университета при поддержке Ментимира Шаймиева и Министерства культуры Республики Татарстан были достойно организованы и проведены мероприятия, посвященные 110-летнему юбилею классика татарской литературы. В 2023 юбилейном году по решению администрации города Казани состоялось открытие сквера Амирхана Яники возле дома, где жил и творил писатель. Сотни зрителей и не меньше положительных отзывов. Показ фильма произвел настоящий фурор в мире национального кино. Анна Климанова, Тимур Ахметов, Елизавета Газизянова. Универ новости.